Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина, и вы на моём канале. Сегодня будет очень интересная тема видео, по которой я постараюсь вам всё рассказать в мельчайших подробностях. Это один самый задаваемый вопрос на моём канале. Такой, можно сказать, топ-вопрос. Но в начале видео я хочу вам быстро рассказать про свою брасию. Почему быстро? Потому что, знаете, особо мне по ней рассказывать нечего. В каком плане? Потому что в том плане, что она растёт сама по себе. Единственное, чем я ей помогла, это вот такое голубое удобрение японское. Это фуджима. Знаете, многие говорят о том, что помогает, не помогает. Но я рассказываю о своём опыте. У меня брасия росла, росла неплохо. Но все бульбы были настолько скукоженные, например, как... Она просто большая, она не помещается у меня даже в экран. Вот сейчас, вот где цветонос, видите, бульба. Вот она вся сморщенная. Вот такие вот бульбы были все. И как только я вставила вот такое вот японское удобрение ей в горшок, она начала растить хорошие, ровные бульбы в нереальном количестве. Наверное, бульб 10 выпустила сразу. И вот выпустила цветоносы, которые уже цветут. Такая она красавица, вообще бомба. Я смотрю, что здесь она даже вот свои по линии, почему-то они у неё сверху. Брасия, она пахнет. Так, из... Да, в чём она у меня посажена? Это большой двойной горшок. Большой, потому что у неё была хорошая корневая система. Эта орхидея была с сайта Орхарай. Кустик был немаленький. И в грунт я посадила также в Орхарай. Мне специально подобрали сразу грунт именно под Брасию. На сайте Орхарай есть такая услуга. И орхидеи, которые вы покупаете, вам под них могут подобрать именно грунт. Да, вот если это фаленопсис, если это камбрия, котлея и всё в этом духе. И по размеру тоже. Да, если размер меньше, естественно, фракция меньше. Вот любой грунт можно выбрать. Это именно грунт с сайта Орхарай. Да, они сами его производят. Поэтому грунт здесь именно для Брасии. Она, я так думаю, для бульбовых. И вот всё, я её посадила. Она у меня росла, но росла, как я считаю, не очень из-за того, что бульбы были с гармошками. Как только я её подкормила вот таким вот удобрением, бульбы пошли в красивые цветоносы. Вот смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь цветоносов сейчас. Это только то, что я могу их насчитать. Вот то, что я вижу. Два уже распустились. А нет, вот ещё восемь. В общем, цветоносов нереально много. Также много растёт новых бульб. Вообще она шикарная. Так, это, да, тема про Брасию. И про то, что у меня спрашивали. Естественно, я её обрабатываю от вредителей. И, что немаловажно, сейчас расскажу как раз-таки про то средство, о котором вообще будет сегодняшнее видео. Каждый день мне приходят вопросы под видео про перекись водорода. Сколько добавляю? Зачем вообще это делается? Ведь перекись водорода, она приближена... Да, её формула, она практически такая, как у воды. Только прибавлен атом кислорода. Получается H2O2. Именно это и влияет на наше растение. Перекись водорода обычная, трёхпроцентная, которую можно купить в обычной аптеке. Это самый классный вариант для наших растений. Любых, не только для орхидеи. Почему? Я сейчас объясню. Во-первых, перекись водорода, она убивает грибковые заболевания. Она убивает грибок, естественно. И грибковые заболевания, от которых, да, вот корневая гниль, какие-то бывают пятна на листьях, она способна убить очаг, естественно, да, получается исцелить растение. Я часто применяю его в реанимации, да, именно это средство, потому что орхидейки, они обогащаются как раз-таки этим кислородом, которым обогащается вода при добавлении, собственно, перекиси. На литр воды я добавляю просто для ежедневного такого ухода, для опрыскивания, столовую ложку. Это примерно 10-15 миллилитров я добавляю на литр воды. Если у меня орхидейки реанимашки, я уже вижу, что с корневой системой все плохо, я добавляю 2 столовые ложки. Это примерно 30 миллилитров на литр воды. Я думаю, что, в принципе, да, это легко измерить или столовыми ложками, или шприцом. Обычная 3-процентная перекись водорода. Перекись водорода, попадая в грунт, она обогащает, конечно же, его кислородом. Растения начинают лучше расти. Естественно, да, получается, как воздухом обогащен грунт. И к тому же вот эти вот атомы кислорода, они, получается, как бы выдавливают хлор, да, выщемляют из грунта хлор. Естественно, и грунт становится более благоприятен для жизни растений, любых, да, сейчас я говорю не только про орхидеи. Поэтому, да, вот по вопросу, зачем это делать, это делается для того, чтобы обогатить растения кислородом. Если вдруг есть грибковые заболевания, их убить. И вообще, перекись водорода, я смотрела одно очень интересное видео, она так интересно убивает одноклеточные организмы просто на ура. Она как бы их взрывает или как-то как уносит, она их просто в этот вот пузырёк обволакивает, и всё, и пух, и нету вот этих одноклеточных недоброкачественных организмов, да, вот этих бактерий. Ну вот, поэтому перекись водорода сейчас широко распространена, широко используют, да, распространено это средство, наверное, уже во всех сферах. И в бассейны добавляют, и в аквариумы добавляют к рыбкам. Самое, да, самое интересное, самое хорошее, что это такой, получается, препарат очень хороший, натуральный, нетоксичный, и несёт в себе очень-очень много функций для растений, да также, как для любых живых организмов, он просто незаменим. Такая интересная вещь, которую каждый должен попробовать на своих растениях. Как опрыскивание, так и полив. Добавляем столовую ложку в литр воды, опрыскиваем и поливаем, и смотрим, как орхидейки и любые комнатные растения преображаются. Какие потом начинают расти красивые листья зелёные, цвет листа даже меняется. Конечно, кто использует регулярно по листу перекись водорода, но этих изменений не заметят. А кто никогда не пользовался этим средством с комнатными растениями и попробует его хотя бы два раза в месяц, опрыскивать свои растения с применением перекиси водорода, сразу заметят результат. Особенно виден результат, когда или слишком жарко, да, ему вот рано утром или поздно вечером опрыскиваем свои растения, они сразу оживают. Реанимашки оживают после перекиси водорода. И также, когда включается отопление. Когда включается отопление, это, конечно же, прям большой такой стресс, потому что снижается влажность воздуха. И как раз в этот момент перекись водорода, как палочка-выручалочка, поможет также растениям. Причём, мне нравится, что перекисью водорода можно обрабатывать и цветущие растения, и нецветущие растения. И они одинаково положительно влияют на этот препарат, на это средство. Вот, поэтому пользуйтесь обязательно. Ничего плохого с растениями не случится. Просто не превышайте дозировку, и в литр воды больше трёх столовых ложек перекиси водорода вносить нельзя. И вообще, для опрыскивания достаточно даже, ну, буквально чайной ложки. Чтобы обогатить вот этим кислородом дополнительную воду, это даже к вопросу, наверное, о том, нам немногие писали, когда я выставила видео про дождевую воду, где брать в квартирах дождевую воду, или если мы не уверены в качестве дождевой воды. Вы покупаете мягкую бутылизированную воду для машин, да, дистиллированную. Она продаётся в больших пятилитровых бутылках. Вот, добавляете на литр воды столовую ложку перекиси водорода, и у вас приблизительно получится как раз такая вот дождевая водичка. Мягкая, чистая, и с этим дополнительным атомом кислорода. И ваши орхидейки, любые комнатные растения будут сразу рады такой подконке, такому, ну, это даже сложно назвать подконку, это обогащение кислородом и очищение от болезнетворных бактерий, которые, возможно, есть на ваших растениях. Такая профилактика болезней. И вы знаете, я всё лето опрыскивала свои растения, ну, получается, два раза в месяц, да, я опрыскивала именно с перекиси водорода, и у меня потерь практически не было. У меня за всё лето была одна лишь потеря, это когда я уезжала к маме, но, скорее всего, там был какой-нибудь, наверное, другой ей нюанс, да, по какой причине всё-таки орхидейка моя погибла. А так всё лето, даже реанимашки, все выдержали жару, которая была просто нереальная. Я считаю, что, конечно же, немаловажный факт, что я пользовалась как раз-таки перекиси водорода, и обогащала свои растения тем самым кислородом, и плюс, да, всё-таки, когда жарко, развиваются вот эти бактерии, да, и перекись водорода сыграла немаловажную роль как раз-таки в этом вопросе, чтобы орхидейки мои не гибли. Кстати, перекись водорода и также способна разогнать вредителей, вот, потому что некоторые букашки-таракашки также не любят перекись, и при поливе они разбегаются. Всё, естественно, растению легче жить, легче расти, и оно начинает лучше расти, вот, поэтому это тоже немаловажно. Поэтому обязательно попробуйте, кто ещё не пробовал. А кто поливает и обрыскивает с перекисью водорода, прекрасно знают, какие чудесные свойства от этого такого дешёвого, лёгкого, незаменимого средства для растений. И давайте в конце я вам покажу, как я обрабатываю растения с перекисью водорода. Это всё легко и просто, главное, дёшево, без каких-либо заморочек. Я беру просто литр воды, у меня отстойная, водичка у меня из скважины, и обычная, да, трёхпроцентная перекись водорода. Сейчас я наберу шприц, вот, 10 миллилитров. Выливаю перекись в водичку. Конечно же, оно очень быстро растворяется, потому что можно сказать, что перекись это есть та же самая вода, да, и не нужно никаких усилий для того, чтобы перекись вступила уже в реакцию с водой. По поводу раствора, раствор должен быть всегда свежий, потому что, конечно, этот атом кислорода, он быстро улетучивается из воды. А надо, чтобы он попал в грунт и как раз-таки, да, и извлёк из грунта тот самый хлор, чтобы орхидейка на любое комнатное растение чувствовала себя прекрасно. Смотрите, я поливаю, попадаю на корешочки. Я не боюсь даже попасть, если где-то я в пазухе, да, или на бульбах. У меня работает здесь вентилятор, всё благополучно у меня высохнет, а таким способом я ещё и немножечко так продезинфицирую своих растюшечек. Тем более, когда жарко, мне кажется, это необходимо. Воду с перекисью я оставляю в горшке. Ничего страшного в этом нет абсолютно, поэтому я наливаю водички с перекисью прям как обычный парик, не жалея. Здесь у меня горшок большой, поэтому, собственно, и поливаю много. Так, чтобы водичка немножечко заходила на внутренний горшок, так сказать, именно намочила пяточки. Так, оставшуюся водичку я выливаю в поливилизатор и опрыскиваю растение. Ну, а теперь так же с перекисью я опрыскиваю. Вот так. И получается у нас двойное, а то и тройное действие на растение, на нашу орхидейку. Ну и плюс, да, я вам рассказала сегодня про мою красотку, про эту брасию. Я думаю, сегодня я заслужила ваш лайк. Обязательно подписывайтесь на канал. У меня на канале очень много советов с разбором, почему так, а не иначе. И я надеюсь, что, конечно, вам это будет полезно и для растений, и, в принципе, да, для общего кругозора, чтобы знать дозировку, чтобы знать, да, именно для чего мы это делаем. Потому что вопросов было просто нереальное количество, из-за которых я, собственно, сегодня и решила снять это видео. Такое лёгкое, непринуждённое, но полностью с ответом на ваш вопрос. Кстати, по поводу, если кто-то будет спрашивать про футболку, эту футболочку просто с Алиэкспресс. Кстати, очень даже недорогая, там около 400 рублей. Если кому-то понравилось, можете себе также приобрести такую интересную футболку с орхидейками. Всем любви, всем удачи, всем пока-пока, мои хорошие. Я оставшимся средством, пока ещё кислород не выветрился из водички, пойду обработаю все свои растюшки. Ну, не все, на которых, собственно, хватит этого препарата. Сейчас обработаю кокеданки, даже замочу их в остатках своего растворчика. Нужно делать всё быстро, поэтому пока-пока, мои хорошие. Пусть ваши орхидейки будут здоровы, никогда не болеют и пышно цветут. Кстати, перекись водорода, это также... Кстати, перекись водорода именно провоцирует орхидеи на цветение. А скоро нам это будет очень даже необходимо, поэтому пробуйте.